Hello everybody, hi my students, hello friends. Вот начался знаменитый майский праздник, да? 75-летие со дня победы, но парада не будет. Значит, и чем будет отмечен этот 75-летие? Доллар по 75 рублей, да? Вот это приятный подарок нам, как говорится, от удивительной власти, да? Тоталитарной власти, которая не может тоталитарно маски нам сделать. Вчера опять в аптеку пришел, ну, иду без маски на носу, за мной сразу там охрана, полиция, все. А я как раз зашел в аптеку, они за мной. Я спрашиваю, маски есть вот такие? Нету. Я на них посмотрел, полицейские. Они развернулись и вышли из аптеки. Поняли, что нечего ловить, товарищ все равно нету маски, не может найти маску, потому что ее, в принципе, нету в продаже. А почему? Интересное сегодня сообщение. В 11.30 включил известие. Первый попал на эхо Москвы. И сразу же сообщение, что правительство разрешило экспорт средств индивидуальной защиты. Масок, халатов, там, это все, того, то, 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 то. Экспорт, то есть туда. За деньги, конечно, да. Ну вот, разрешено спекуляться. Поцелуй же ты меня перепитой, я тебя так безумно люблю, для тебя чем угодно рискую, я спекульну, я спекульну, я спекульну. Частушка такая была. Ну вот, это по эхо Москвы, ну потом мне это, думаю, что зачем я это буду слушать, переключил, кнопку другую нажал, и там, значит, вести ФМ. И там диаметрально противоположные сообщения. А, да, если там запрещен, значит, был вывоз, по эхо Москвы запрещен был. А по вести ФМ разрешен, вновь разрешен ранее запрещенный. То есть я попал на диаметрально противоположные два канала, 11.30, тут есть архив, Вести ФМ, Извести, 11.30, и Вести ФМ, и Эхо Москвы, у них архив, и все, все передачи записываются. И вот вы посмотрите, ну если, конечно, они не выстрелили, потому что впервые я вижу, что по таким важным вещам диаметральное расхождение на двух таких важных каналах, которые слушают люди. Это настораживает, во-первых, это говорит о том, что наше пропагандонство, оно где-то разошлось, Кремлевские башни, даже в этом вопросе, это очень важный вопрос геббельсовской пропаганды. Либо оно специально было спланировано развести глаза заячьи народа в две разные стороны, либо это там нестыковка уже, отдельное управление пропагандистской ведется. Это две стороны пропаганды, то есть царство, темное царство светлого царя разделилось внутри себя, согласно этой пропаганды, да. Ну как мы вот видим, что еще такое, это очень, это, ну серьезнейший, это все равно, что как, ну, драка в рейхсканцелярии во время вот уже штурма, этого погреба Гитлера, да, там тоже раздрай был, полный раздрай. Одни за мир, вторые за продолжение войны и все, и там третья сторона была и все. Ну и наемники там чуть не стебета были там в желтых халатах, эти побитые, религиозные деятели. А пропаганда вообще отравилась. Вот такое впечатление, как будто у нас в Кремле, вот этот главный пропагандон отравился, как геббельс вместе с своей женой и с пятью детьми. И вот мы видели стабильность, и как раз на первое, второе, получается минимум вором, нулевая стабильность. Еще какая-то очень важнейшая вещь произошла. Вспышка коронавируса сразу на тысячу за день. То есть если прорастало на шесть, на семь, а сейчас еще сразу восемь, за восемь туда заскочило, и вот эти два дня было уже никакого плата, ничего нету, а сплошняком опять линейный рост вверх. Ну, не геометрический, но линейный. Это обусловлено тем, что Цоб Цобянин там в Москве есть такой, как это, бордеры, Брикетович, да, это Себянин. Он этот Себянин в метро усыл в свалку, а значит, период-то вот этот, латентный период этой болезни-то две недели как раз, и вот оно вспышка-то и новая-то появилась. Плюс второй фактор, еще наехало очень много за границей офшорщиков, которые там туристы, вот. Это важная вещь, сюда они понаехали, но сюда они везут, конечно, все, что можно. И третий фактор, это то, что вся Москва хлынула на периферии, в колхозы-совхозы, сейчас пить-гулять, и там они половину деревень этих тоже отравят. Вот, ну и еще важное тоже в эти же дни получилось, что залетел вор в законе Мишустин, а он, значит, его короновали как вор в законе, то есть он попал под корону этого вируса. Где он там подцепил? Значит, это даже там не работает, на этом уровне, а это уровень какой, можно считать, что второй уровень после, исполнительная власть, короче говоря, да, можно считать, что исполнительная, там президентская, потом законодательная, это и исполнительная, да, юридическая еще прокуратура. Вот такие, то есть это уже вершина, как говорится, вот вновь назначенный Мишустин, ну, так. Впечатление сложилось, что он просто ушел от ответственности, слишком много на его накидали задач, о которой он просто не может справиться. Так вот со средственной защитой больше за полтора месяца они не решили вопрос. Вот таким образом. А это простое дело-то, ведь маски, что там, ну, столько тюрем, столько заключенных, ну, шеи эти маски, ну, даже у Ходорковских у них какие-то тварежки там делали, ящики заколачивал. Ну, это три дня, и все можно обеспечить, если бы не было спекуляций. Но за это дело взялись золотыми ручками своими спекулянт, путинский спекулянт, который гарантированно им обеспечивает это спекулятивную возможность. Ведь этот спекулянт, он сейчас деньгами и все такое спекулирует, но он может и... А он ничем не... Даже как Ташвейк, ну, этот Чапик писал, что, говорит, Палевис вот этот, который даже торговал собачьим говном, да? Это удобрение, да? Ну, Ким Чен Ын тоже разрезал ленточку на фабрике собачьего дерьма. Но это уже не Ким Чен Ын был, это тоже признак нестабильности. В эти же дни получился первое-второе числа. То есть выставили нам так же, как у нас, вместо настоящего царя, выставили там, в Северной Корее, уже этого, поддельного царя. Почему? Потому что зубы не стыкуются. Зубки забыл, как поставить протезы. Ну, не в этом еще дело, что там зубы стесаны у этого двойника, а у того, значит, у таких зайчьих два колочка хорошие, ровненькие. Но еще отличие заключается в том, что когда он улыбает, тот улыбался, Ким Чен Ын, 1-0, у него, значит, нижние зубы были видны. И верхние, и нижние при улыбке были обе ряда зубов видно отлично. А этот, когда улыбнулся, у него верхние зубы видно, а нижние нет. Видно, что это уже очень похож, но двойник. Плюс гораздо толще того Ким Чен Ын, и прическа немножко не такая. Парикмахер, видимо, не тот сработал. Ну, и много других, оттопыренное ухо у него, левое ухо оттопыренное, музыкальное так, у нового, в ряда Ким Чен Ын, 2-0. Вот таким образом. То есть эти фокусы коммунистические, видать, там с Германией это все идет, как у нам тогда Петра Первого, и с тех времен постоянно шлепают вот этих вот. Вот сейчас Королева сидит, не знаю, там 3-й, 3-0, или там она уже 5-0, совершенно уже на себя не похожа в Англии, да? У нас тоже все время новые, как говорится, Гарен, это вот органчик откуда-то с подвала вещает. Вот это признаки общей мировой нестабильности. Далее, претензии Трампа в эти же дни появились в Китае и Израиле, одновременно с Израилем, и выставили они счет Китая на очень большую сумму, почему? Потому что, а, у вас же потерь мало, значит, и быстро вы расправили, значит, у вас есть противоядие, значит, вы же сами это сделаете. Ну, это похоже на то, потому что их ученые, она же в Америке, все дело-то в Америке, и ее перестали финансировать в Америке, она переехала в Юхань, вот эту, в Ухань. И в Ухань они там продолжили работать, и они сработали вот эту штуку хорошую, интересную. Вот. Плюс к тому, конспирологические тоже китайские, вот глобалистские идеи высказывает Тюняев. Довольно логичное последнее вот у него было, я хотя этот звон его прослушиваю, как говорится, вечерний звон тоже прослушиваю. Но вот это логичная вещь, что, как отслеживание по сотовым телефонам, там ряд публики отключают, фиксируют на домах, и остается рабочий класс, и уже видно, что где этот рабочий класс, их номера телефонов, и все это можно фиксировать, и знать, каким производством, какие телефоны, секретным производством. Ну, это, этими вещами уже давно все занимаются, это эшелон есть у американцев. Лучше, чем у китайцев, налажен он. Этот эшелон работает давным-давно, и даже эшелон, наверное, 5.0 уже работает, который вообще все записывает. Все то, что шевелится там, где-то, может быть, моль там жужжит, или и моль запишут, а потом будут анализировать. Моль это или еще что-нибудь прозвенело. И искусственный интеллект будет это все прокручивать, но он прокручивает постоянно. Эта система глобальная, космическая, и она эшелон давно известна, еще лет, наверное, 30-40 она уже работает. Ну, сейчас уже совершенство, все это дело известно. Поэтому эта конспирология ничего не имеет, ничего с нее, она на стабильность никак влияет, потому что на стабильность, скорее всего, влияют вот эти вот атаки в Сирии израильскими ракетами, вот это в эти же дни, да? И это влияет на общую стабильность и снижает стабильность до нуля. Плюс от касса, значит, Меркель и Северный поток-2 уже, значит, они как бы херят. Это тоже стабильность. Вот это нефтяную, как говорится, золотой этот, золотой стандарт, это нажда превратился, это дерьмо дороже, чем нефть стала, да? Удобрение стало дороже нефти. И вода стала дороже, бутилированная вода дороже стала нефти. Потому что если еще за нефть приплачивают, то только спрячь где-нибудь от нас, чтобы нам не сжигать. А если сжигать начнут, то все. Ну и следующий момент в эти же дни тоже произошло, когда вот поджоги лесов, уже боль. Это было два дня назад, 60 тысяч гектаров горело, сейчас она еще больше разрастается. И теперь уже точно доказано, что поджигает все власти. Сами чиновники на местах. Так же, как они делали в прошлом году по тому же сценарию. И следующий очень фактор, который тоже соответствует нулевой стабильности в эти дни, это разрешение выезжать лицам, имеющим двойное гражданство. Разрешили выезти из страны. Вот, то есть, о чем говорите? Свои люди, офшоры, к офшорчикам-то надо допустить нас, к офшорчикам. Нам же там надо, сейчас и деньги мы перевели. Вот масками торговали, доллары получили. Для чего у нас все стремятся вывозить-то все? Зерно там все-все, вывозить. Нефть, золото, сейчас разрешили золото тоже. Ну, частнику, может быть, бери чемодан, золото вези. Никто тебе ничего не скажет, Путин разрешил. То есть, полный вывоз всего барахла, выезд. Выезд с награбленным можно разрешили. А там для чего нужно? Нужно заплатить за дворцы, за вот эти яхты, пароходы. И свои там эти все дела, надо же заплатить налоги. А чем они там? Своими же капиталами банковские не будут же расплачиваться. Тем более, что если там начнешь их тратить, то быстро выйдут они из строя. Поэтому нужна подпитка отсюда. Ну, поэтому они часть выйдут туда тоже, свои дела. А та часть, которая останется вот этих семей с двойным гражданством, они будут переводить туда деньги. Тем более, переводы денег не ограничены. Видите, даже золото можно везти теперь за границу свободно, не имея особого такого большого разрешения на это. Вот такие дела. То есть, это все не добавляет стабильности. И самое главное то, что вот этот коронавирус начал чесать уже верхний вот эти, верхний эшелон. Некоторые даже скончались и депутаты, важные такие работники и все такое прочее. Вот, ну, если там зав. больницы, вот этот вот, раньше когда-то он тоже заразился, то врачи выкидываются сейчас из окон, очень часто стало выкидываться, потому что сами заражаются, а они знают, что их никто лечить не будет. Им же сказали, что лечитесь дома, сами лечитесь, но не говорите, что у вас коронавирус. Ни в коем случае не говорите этого. А с другой стороны попал, инструкция пришла вот в одном монастыре, здесь есть ролик, блогер из монастыря, такой монах сообщает, что им раздали бумагу, и там написано, что вот проведен анализ, получил положительные реакции на коронавирус, и я вот расписываюсь, все предупрежден, я такой-то, такой-то, все. Но еще не брали у них ни мазок, ничего, а уже бумагу просят подписаться. Это третий такой случай, который именно вот в эти же первые, вторые произошло. Ну и много таких случаев, которые вроде бы мелкие, вот это вот раздрайв, в политинформации, но они очень большие имеют последствия. Такие же последствия, как раздрайв между Молотовым и, там, Литвинов, по-моему, Литвинов был министр иностранных дел. Вот, министр был хороший, иностранных дел, хорошие связи, у него были иванги везде, но Молотову не понравилось. Почему? Потому что у Молотова была другая установка, у Молотова была установка на подготовку к войне, а у Литвинову у того была подготовка в мирные соглашения. Поэтому Молотов клевал его на всех партсобраниях и доклевал, что этот Литвинов написал заявление об уходе и ушел с должности министра иностранных дел. Ситуация так примерно аналогична, как сейчас вот Навальный клюет вот эту Захарову, которая, несомненно, там на своем месте находится и выполняет свою работу. Мало того, что у нее, как мы ее изучали по Пифагору, Пифагор считает, что она может вот эту унылую лошадь заменить, который дослужился до того, что у него посланников начали послов убивать. Во всех странах, да, вот этот Лавров, да, увенчанный Лаврами, он без коронавируса уже сам себя увенчал. Так вот, Захарова, она талантами обладает, может даже и быть министром. Ну, вот на нее получился вот этот Навальный, который, видимо, у нее такая установка была. Срезать личность, что называется, да, как Шукшин писал. Ну, это введение, это, как говорится, мы стабильность обсуждали. Наши сегодняшний задачи, сегодня воскресенье, мы должны рассмотреть четвертую главу нашего подметного письма уважаемого апостола Иакова, который направил свои, значит, эти послания двенадцати коленом, находящимся где? В рассеянии. И мы видели, какие он нам давал инструкции интересные, порой даже вот странные для нас, но потом оказалось, что это все, эти инструкции все выполняются. Человеческие жертвоприношения, шпионаж, это считается как благие дела для израильских товарищей, да, этих двенадцати колен. Ну, вот приступим мы к четвертой главе. У нас три главы прошли. Сейчас мы четвертую просмотрим, да. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Ну, там, того ходца, того ходца, вот, и того подобное. Ходца это, ходца то. Вот. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете. И не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Значит, ну, это что-то надо, нам надо просить. Соответственно, выстроить молитву. Ведь мы же знаем, что мозг, и вся вот эта нервная система, и эта антенна для связи, для связи с небом, да. Ну, конечно, есть перехватчики, как вот эта вот Боб, Алиса, да, вот это, и там еще третье лицо. А у нас шифрования-то нет. Идет открытый текст на языке каждого человека. Англичане там на английском, у них мысли, им мысли идут. То есть там есть этот гугл, он им переводит все. Искусственный интеллект, которым называют вернадский там, вот этим разумом, разумом, который, земной разум. И вот каждому идет народу свое ля-ля. Согласны их им желаниям. Вот он прилагательство и мысли, а дальше идет страсть, пленение и так далее. Потом убийство идет, зависть, отъем чего-то и перехват, как вот сейчас вот, даже из магазина. Шел человек с сумочкой, там у него была еда, подошел к подъезду, сзади у него подошел, ткнул его в спину ножом и отнял эту сумочку с едой. Вот, ну все. Жила это не имеет об чем, потому что не просят. Надо было просить. А он, видите, решил убить таким образом, путем зверином, отнять еду у человека. И это уже не один случай. Был здесь видео, когда старушку завалили и отняли у нее эту сумку на колесиках с едой. Вот, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употреблять для ваших вожделений. Ну, правильно, потому что вот все готов отдачу, заносит обои, все такое прочее, чудовище там, эти аглоеды и все такое прочее. Потом вот этого хочу, вот краба хочу, вот крабовую промышленность хочу. Это же вот это вожделение, и все вот отсюда. Наложить лапу на что-то, собственность отнять, таким образом. И этого, допустим, хочу вот эту тетеньку, вот навку, допустим. Да, своей женой не нравится, а я помоложе вот эту навку возьму, дочку с женой. И разведусь тоже, пусть они там как хотят. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Вот здесь мир он понимает, как вот это скопище вот этих зверей, которые стремятся удовлетворить свои собственные телесные потребности, гипертроферные, которые зачастую не надо, потому что некоторые до того обжираются, что в кемченена превращается, круглого такого шарика. Вот, и это, конечно, это вражда против Бога, потому что, а Бог-то сидит, они его выкуривают табаком, водкой выгоняют, наркотиками, жратвой излишествами, и все вот они враждают против Бога. Или вы думаете, что напрасно, говорит Господь, да ревностью любит дух, живущий в нас. То есть, в нас живет дух, который ревнует нас, когда мы начинаем служить мамоне, страстям низменным и так далее, и дух ревнует, и если он от нас отходит, то нам не сдобровать, потому что нам идут и болезни, и все такое это мы сами на себя нагнетаем. А все это идет от низменных страстей. Но тем больше и дает дух благодать. Вот посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Что такое гордость? Гордость – это вот славься странам и гордимся тобой. то это гордость. А некоторая гордость, гордыня – нету различий. Здесь не идет гордыня и гордость – это одно и то же. Гордым противится, всяким гордым противится, то есть гордость, если в человеке есть, то это, естественно, наказуемо. Все эти гордые, потом они исчезли. Итак, покоритесь Богу, противопостаньте дьяволу и убежит от вас. Ну, значит, как противопоставить? Надо привлечь силы, которые есть небесные. Допустим, Архангел Михаил. Это воин, он может за нас постоять. Приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, вот руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. А что значит очистите руки? Это когда вы брали неправедное. Налоги вот эти увеличивали, да? Это вы, руки у вас в грязи, вот от излишков двойного налогообложения, платонов этих, да? И вот андеес, андефаэлов, все это вы гребете и даже налоги берете с пенсионеров, вот эти одинокие пенсионеры, и вы из их пенсии за их вот эту квартиру, они фактически что, и вы берете плату за их квартиру. Что они проживают, они уже за нее, за всю жизнь, за эту квартиру сто раз уже заплатили, и проживают одиноко, и никто им ничего не доставляет, и даже не мог за квартиру выйти заплатить, запрещено. Вот, а дальше, еще чем руки запачканы, кровью, потому что идут, убивают праведника. Убивают, из-за чего убивают? Ну, вот он, допустим, он сказал, что-то обличил, праведник, вот этот вот Илюхин был, он обличал, прокурор, да, убили, потом был Щекочихин такой, обличал, убили, вот это значит, руки в крови, соответственно, да. Дальше, Немцов, хоть и плохой был, но все равно убили, руки в крови. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, пусть смех ваш дообратиться в плач, а радость печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. Вот, одиннадцатый пункт. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Вот это. Ну, правда, потому что это есть для того, чтобы судья, ну, отдельный должен, судья, соответственно, образование и так далее, и так далее, его выбирает, учат, учтутся, потом выбирает, проверяет, насколько он правильно судит. и суд должен быть писан, и не то, что там ля-ля, он такой, вон у нас, Путин плохой, там этот, Мишусин плохой, это все, вот мы становимся судьями, а это нет, там есть прокуратура, есть прокурор, есть, ну, и что еще, какой суд? Выбор голосования. Если мы не пойдем, не проголосуем за того, что Путин, Мишустина, там Володина, Матвиенко, то мы, соответственно, выскажем, это и будет суд для них, праведный, да, писанный. Вот, потому что един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты, кто который, судишь другого. То есть зачастую, иногда часто мы находимся в таком положении, что мы, не имеем права судить, потому что мы сами можем быть судимы, если бы мы были без греха с детства, да, кто такой судья? Это человек праведной жизни, он с детства не согрешает, а если в мелочах, он сразу идет, кается, как вот эти даже на Западе все время в церковь бегут и исповедуются там, причащаются, все такое прочее. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра с вами и что такое жизнь ваша, это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. То есть, планирование, оно как, должно быть умное планирование. И вот дальше сказано, как планировать надо. Вместо того, чтобы вам говорить, вот, да, вместо того, чтобы вам говорить, как надо говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. А вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Вот мы поедем, торганем этими средствами индивидуальной защиты, получим прибыль, там то да сё, пятое, десятое. Ну, это неизвестно, чем это закончится. Итак, кто разумеет добро и не делает, тому грех. Вот у нас много уже разумели добро делать и заявили об этом. А добро, это где-то повисло в воздухе, эти майские приказы, указы, и дальше вот эти последние указы о средствах защиты, что везде уже их должны раздавать, а у нас что-то только принято решение продавать в метро. Продавать. Вот так вот. Послушайте вы. А, ну это я уже в пятую главу заглядываю, в последнюю главу я не полезу. Это мы на следующий раз отложим. Потому что хорошенького понемножку. Здесь видите в этой главе как в основном делается упор на что? наши страсти, которые в нас кипят, о которых мы говорили в плейлисте вечной истины. И они приводят к нарушению вот этих двух основных заповедей, что первый возлюби Бога, а второй возлюби ближнего, якого самого себе. а Бога больше всего на свете. Потому что собственно он является причиной всей жизни на земле. Это живой такой дух, без которого невозможно ни деление клеток, ни жизнь клеток, ни создание организмов, ни поддержание их, и деятельности. как говорится здесь, что такое ваша жизнь? Это пар, являющийся на малое время. Но здесь я немножко не согласен, потому что он немножко как гипербулу, включает гипербулу, потому что жизнь вечная, у души жизнь вечная, и душа это не пара, несмотря на то, что тело исчезает, тело может быть даже человек вообще очень мало живет, вот она его за гаражами, здесь как написано в Яндексе, какая-то женщина за гаражами родила и положила в ведро ребенка и ушла, ребенок помер. Только что сейчас он может вдохнул разок и сразу же выдохнул. То есть вообще на очень какой-то короткой, на секунды пожил чуть-чуть, а дальше она и выкинула в ведро. Но это не значит, что душа этого ребенка, она на малое время, да, она сразу же перешла откуда пришла за следующим костюмом, как говорится. Здесь ее не приняли, этот, не дали в этом костюме походить и в атмосферу нелюбви попала вот эта душа. Ну, костюм ей шила, мать, да, все, но потом она решила, что много, больно, забот потребуется, чтобы потом вырастить этого ребенка, а самой жрать нечего, потому что, ну, что сейчас, вот, какие там условия. 90% говорят, будут жить на эти 12 тысяч, полный крах, экономический крах, система, а почему? Ну, правильно, вот, сам представитель той системы, Бессонов-то, Алексей, вот тут выступает на ютубе, он постоянно выступает со своей позиции и правильную критику дает, вот, вот таким образом, то есть не способны силовики руководить государством, то есть если вот это ЧК, ну, для проверки и проверкой и настучать вот какому-то администратору, администратор, ну, это должен быть другой совсем человек, другого образования и другого IQ даже, который сможет анализировать вот эти все чекистские данные и принимать правильные решения политические, экономические и социальные. И мало того, что принимать правильные решения, но еще доводить их, доводить до конца, то есть проводить в жизнь эти решения, чего у нас за 20 лет ничего этого такого не было. И мы сейчас, если начали мы с подлодки Курск, то мы сейчас все уже, вся страну, всю страну Лубянка посадила на вот этот Курск и лошарик, сидим, как лошарики в помещении, думают, что они нас спасают тем самым, да, очень интересно. Они думают, что у нас условия, как во дворце у Медведева, там, на этом острове, вот, или там, у Усманова какого-нибудь во дворце, да, или Горький 9, или Ямонтау какой-нибудь, там, где Путин сидит. Но у всех условия жизни разные, и плотность населения на одну квартиру разная, и доходы населения не такие, как у, даже у Путина, да, с его скромными заработками, да, не считая в 40, шором, ну, и все такое прочее. Поэтому благодеяние мы принимаем, место вентиляции, все хорошо, сейчас можно открыть форточку, не у всех в домах работает вентиляция, я думаю, а ЖКХ за это не смотрит. Ну, не важно. Мы отбарабанили вот это самое, нам надо было это письмо изучить, как вот люди старинные учат нас, чтобы нам особо не зазнаваться, особо не судить никого, да плевать, оно все и все образуется, как говорится, да, как раньше мудрые говорили. Всего доброго, до новых встреч, слава нашему мудрецам, пифагорейцам.